Всем большой привет! Начало апреля, время пора заготовки кленового сока. Еще лежит снег, а клены начали уже давать свой сок. И с начала апреля можно уже заготавливать вовсю кленовый сок. Технология заключена в следующем. Нужно выбирать дерево не менее 10 сантиметров диаметром. И у меня технология такая. Я просверливаю на расстоянии примерно метр от земли отверстие с помощью шуруповерта и дрели с перевым сверлом. Перевое сверло диаметром от 10 до 13 миллиметров на расстоянии 1 метра. Чем больше диаметра, тем можно больше собрать этого кленового сока. Но максимально 13. Свирлится отверстие глубиной 2-3 сантиметра, не глубже. И в него забивается бинтик. Обычный бинт, скирильный, медицинский бинт, который продается и весьма дешев. Делается из него фитиль длиной примерно тоже 70 сантиметров. И кончик бинта помещается в это отверстие. Он служит сборником, сборником сока. И одновременно очень важно, что через него идет фильтрация этого сока. А кончик его помещается в бутылку, желательно от 3 до 5 литров. То есть по фитилю стекает кленовый сок. И самое важное и ценное, что идет и концентрация этого сока за счет того, что он обдувается ветерком и лишняя влага испаряется с этого бинта. И сок получается более концентрированным. То есть в нем больше кленового сахара. То есть до 10% сахаристость при этом способе сбора. Истечение сока идет в момент солнцестояния. То есть вечером сок уже не бежит, потому что достаточно холодно. Но этого достаточно. Вот у нас банка стоит. Вот эта бутылка уже стоит где-то с обеда. Вот до 7 вечера мы собрали около литра. Но это только начало истечения сока. Дальше будет больше. А потом в конце сбора вот это отверстие заделывается или варом садовым, или же какой-либо другой. Чопик можно забить сюда пробку. И дерево не страдает. Вот с этого дерева собираем мы уже несколько лет с кленового. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.